Поближе, чтобы все слышно было. 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 эта купель сегодня приняла уже 28 раз и что удивительно это скажем совпадение могут сказать кто-то видели сегодня утром какая туча заходила я уже это это немножко засомневался неужели будет потом так как же будет 27 лет не было почему не должно быть сам молюсь сюда сам в окно посматриваю все яснее яснее господи прости меня усомнился немножко маловерный это бывает почти каждый год находит туча дождь идет идет служба идет дождь выходить когда на крестный ход вот такая погода становится это каждый год ни разу еще не было чтобы было что-то такое вот так ну как хотите понимать что в совпадение или так уже что-то нет совпадение все хвалит вся природа хвалит сегодня смотрите даже у нас в храме ласточки заметили летаешь поют вот бывает когда все начнём и еще это бывает они что нет птенцов тогда они как-то свободнее как только запоют хористы и они начинают летать как бы вроде бы думаю подпевает что ли мы язык их не понимаю это у них же есть язык у нас была такая одна сестра которая есть сон горит был и она видела сон такой горит что как бы будто бы собрались со собрания птиц их всех она понимает голоса всех птиц как они разговаривают о чем и как бы было это вот но она из этого вызвала только когда закончилось я поняла что самые верующие это ласточки а самое такие безбожники это воробьи так она выявила такое было да а ведь они разговаривали тоже всякая тварь дохвалит господа ну как всякая тварь и что комар может хвалить бога для чего то есть комара не будет говорит и хотели там где-то было что птиц не стало то есть где-то одну цепочку в творение божье разрывается разрывается вся цепь знаете как все чудно устроено поэтому всегда и за все за все благодарите бога они так говорят но если будет слава богу то я то вроде бы это сделал если не будет то так не должно быть слава богу за все говорит анжелатоуст и когда его ведут уже последний день считаю ссылку далеко в последний путь мир слава богу за все это за все и всегда нужно благодарить бога солнце светит облака идут смотрите какое были в какой купели каждый год в воду освещаемый смотрите там пруд засвел а здесь чистый пруд но здесь еще чистый может быть там родники есть еще но все-таки каждый год его освещаем каждый год в течение двадцати восьми лет уже каждый год освещаем да и бывает еще не и не один раз в году вот так вот поэтому всем вам я желаю что вам только утверждаться вере всегда никогда не сомневаться ни в чем если даже получаются какие-то искушения то вы слышали сегодняшнее евангельское ощущение что искушение есть какие то для чего это образумление чтобы для совершенства чтобы утверждение вере было чтобы не сомневались ибо в искушении господь не оставит подаст и также помощь в этом не такого что же такое мне вот у людей вроде бы там лучше у меня хуже там это нет указывал свой крест слышали сегодня кто возьмет крест вчера я читал крест свой следуй за мною то есть крест бывает и это испытание бывает крест духовные переживания к это все крест мы должны его нести и знать что господь нас никогда не оставит нигде если мы только его не оставляем храни всех вас бог на много лета все поздравляйте мы их не знали так я попрошу там а сайт в покое людей от обед них нельзя сейчас они будут подходить это лишь бы отворачивали голову ничего нельзя сделать она не слышит я говорю о духе святом кто духа христова не имеет тот и не его никакое крещение не поможет был грешник сухой теперь мокрый грешник только всего если человек не будет в общине это называется абортиру на в окно выбросили родился им никто не будет заниматься вот такое простое кажется действие крещение и подготовка как вчера четыре часа только у нас шла подготовка потом батюшка исповедовал еще там часа три сегодня на 10 тысяч храмов нигде этого нету я уж не беру что сказать о всех я всех не знаю но вот так что подготавливали порядок был и в храме ни одного чужого не было это годы у труда ушли кроме осуждения от тех кто ничего не делает ничего нет главное сердце так и сердце все это исходит главное сердце а что он пакости делает что люди приходят торгуют за крещение платят осимония недействительным делать крещение об этом речи нет я говорю о том что благодаря интернету вот эти люди были найдены вот она крайне стоит из ливана рядом воюющая сирия как бы я нашел там вот стоит наталья она из германии приехал муж сириец да никогда бы не нашли давайте вспомним человека который помог нам это сделать его звать тимофей тим бернер сли который изобрел интернет и он живой чтобы вы каждый день они молились как мы молимся и поэтому бог дает нам такой успех вот выступают обо мне говорит андрей кураев там олег стене авто не обыкновенно успешный я ничего это не знаю я знаю что мы должны делать все во всех направлениях кому-то материально помочь кому-то словом кому-то дать направление благодаря интернету мы направили на афон ни одного не двух а может тысячи которые поехали вот это мочение нам не признают российская прямо в море креста слово божие говорит дух святой трудился над душами людей есть книга такая в библии называется деяние апостолов ян златоуст опротестовывает это говорит деяние духа святого одна проповедь и три тысячи человек чтобы вы были здесь я говорю о своем в ю тубе канале 3 миллиона посещений один из вас пришел на 37 миллионов посещение посещение на наш канал вот только десятка я ну были кто-то где-то понятно что если такое делается в разных местах то на три тысячи человек будет где-то но это не каждый день мы должны масштабно мыслить благодарить бога а у нас так приходит интернет от сатаны а почему потому что в интернете не бываешь и не трудишься вот это от сатаны начинай по порядку каждый человек это вчера только самолета слетел успел прилететь сюда по разным обстоятельствам он нас сделал родными костюм пели дал нам новое имя нас зовут христиане вот это держите крепко в памяти вы сегодня были соглашенными и зайдите это последний раз если будете жить по слову божию второй раз будет сказано уже невозвратно отойдите проклятый в огонь вечный я никогда не знал вас исследователи находят что в библии 1900 раз сказано приди придите труждающиеся обремененные ко мне господин и два раза только отойдите но на два раза падает 99 процентов погибших согласно предания православной церкви верит что душа после смерти идет по мытарствам 20 мытарств 40 дней сорочины справляют 20 мытарств отдельное мытарство гнева пьянство подлогов там все расписано и одно мытарство есть которое поглощает в ад больше чем все 19 какое блуд прелюбодеяние измена вот она все здесь и идет может человек и не выходить даже из монастырских стен и быть первейшим блудником моей матери было 12 детей и она до конца повторяла в детстве она когда-то слышала уйти в келью что такое я думаю надо конца не знала она здесь больше добра сделала 10 живых детей и будущей матери героини она была настоящей монахиней если согласно я на златоуста другая она и может никого не видела только думала мечтала какой принц украдет ее с пятого этажа и так запомните тимофей тим бернерс ли утром ли вечером становитесь чтобы господь воздал добром ему открыл ему святую православную христианскую веру благодаря ему мы это сделали многие еще хотели приехать кто-то заболел другие на осень отложили вот у нас есть один выйди немножко покажу тебя рахиль посмотрите благодаря интернету вот она последний выйди чтобы тебя видели сюда вот посмотрите на нее как она говорит посмотрите на меня кто я такая ясно дело что не славянка этой нации другие дали религию и она попадает к свидетелям иеговы это яма из которой редко кто вылазит и она находит она принимает крещение с полным погружением там добивается священника крестится дочь крестятся внуки руфь звать дочь она райхан теперь рахиль очень близко похоже и сын один марк и рафаил кажется да это внуки которые есть благодаря интернету и она приехала боялась что не захватит меня живым и второй раз она прилетела сколько в человеке любознательности энергии она даже калину нашу которую брала увести там такого нету сегодня мы надо съездить чтобы меда алтайского увезла в человеке всего какие у нее не связи ничего нету тим верносли хорошо это помни это господь открыл а через тебя уже скольким людям там своим этим бывшим единоверцем она говорит священником говорит вы знаете есть два столпа благословения 2 между ними все остальное а сколько остальное но примерно полторы тысячи благословений самое первое бог избирает авраама мусульман это ибрагим это один и тот же человек и говорит никогда не проклинай это племя я говорю об евреях никогда не присоединяйся они захватили власть захватили они нас считают за скотину гои мы как скотина живем нам оправдываться не надо страна запил аси абортов только за перестройку 120 миллионов в одной россии мы не будем ничего говорить мы будем каждый день просить мир израилю благословение израильскому народу это первое последнее благословение заканчивается отдай десятину церковь если торгует ничего им не давать а только нуждающихся десятину и кто не отдает проклятием вы проклятый весь народ вы обкрадывайте меня десятина нам не принадлежит ты заработал 90 бог предложил десятку иди своей рукой отдай научись отдавать иначе бы бог сказал вы жадны нет вы обкрадываете это моя была десятина я дал землю солнце воздух жизнь ты перерабатываешь пищу желание работать меня прими соучастники не на равных конечно бог дал девяносто девять и девять десятых а берет только одну десятину одну и ту не отдают считайте тавитом 18 прямо говорит когда весь народ отступил я один ходил в иерусалим ни на что не смотрел и относил десятину священству другую на устройство храма и третью отдавал нуждающимся и как его бог благословил вот между этими двумя десяти двумя столпами благословений считающий отца и мать и прочее все здесь никогда не допускайте чтобы над вами командовал другой дух женщины эти люди называются подкаблучниками они ничего не могут сделать и давид говорит и об этом соломон говорит нашел я что женщина горше смерти вы жены которые любите командовать мужами отступитесь от этого пока бог вам горит голову не снёс семье должен быть один руководитель не буду не не двуглавая гидра а он не не знает если он будет против говорить кафедру занимает жена против веры православной а нет вот она так муж у ней не не знает а она все равно как говорят пилит и пилит где-то сказала где-то что-то помаленьку и отпустила ее из германии она приехала сколько трое четверо четверо ребятишек совсем маленькие что значит любовь преобладать все препятствия она превысила даже ту меру которой господь дает могла там найти священники отвечают нет с разных городов говорят город воронеж парализованную не нашли чтобы покрестить центральная россия это везде этот разврат и везде все за деньги а это прямая симония молиться за деньги это симония смертный грех все делайте бесплатно будьте щедры у вас начинается новая жизнь вы должны поехать другими прежняя умерла здесь сегодня батюшка читал златоуз говорит как крещение называется смерть погреблись с ним они так у меня привычка такая умерла или ничего у вас не было обманщик просто залез в воду зря и сквернил так батюшка не знал пожалейте батюшку он за вас ответственность несет и как только потянет вас греху вспомнить ему большая часть священников погибает как ему да еще ты там грузилом на шее будешь ты молись чтобы и дальше так было да благословит господь чтобы все вернулась все крещаемые в храм идем расчищаем и все хранить и счастья будет сергей пойдите туда все снимите там ломик стоит около храма чай ломик не наш не около дерева возле какого дерева ну около храма как уходишь к березе прислание не большой ломик так идите туда и потом домой обедать а вот это мы святые молились слава куда тем нет а покрасно нас поздравили нас поздравили Брат, поздравляю тебя тоже. Помоли. Сделал вообще все. Спасибо, Христос, низкие поклонки. На тебя спаси. Поздравляю тебя. Брат, поздравляю тебя. Игнатий, Игнатий, Игнатий. Готовы вас. Братья и сестры, всех поздравляемых новошедших детей. Ватуская Надежда Васильевна. Просто так неудобно прыгать. Я снимаю вас. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. За детей через месяц. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Я больше люблю человека. Я не мечтому. Поздравляю тебя. Андрей. Поздравляю тебя. Забота, безопасность, занятия. Ты видел, какой порядок. В одном храме этого нет. И как батюшка вас полюбил. За что? А вы там тоже? Я с вами поздравляю тебя. До таких дел это близко. Это очень близко. Ближе не бывает. Давайте идите сейчас причащаться будете в храм. Так, в храм идите все. Так, отпустите, быстро идите в храм. Спасибо. А-а-а-а.